Всем добрый день! Меня зовут Антон Лементуев. Я региональный координатор российской экологической группы «Экозащита». И сегодня мы поговорим о таком важном проекте, который обсуждается уже много месяцев. Это проект строительства Кропинского гидроузла. Существует очень много разных кривотолков, мнений, сторонников, противников. Но мы решили обратиться, по нашему мнению, к настоящему эксперту, к Евгению Синамонову. Он международный координатор экологической коалиции «Реки без границ». Евгений, расскажите о себе немножко. Как вы правильно сказали, я занимаюсь координацией проектов по охране речных экосистем. Обычно это касается проектов на крупных и не очень трансграничных реках. То есть, ну вот из того, что на слуху, мы много и успешно занимались предотвращением негативных последствий от создания ГЭС на бассейне озера Байкал в Монголии, на притоках и на самой реке Селинга. И мы много занимались рекой Амур и разными ее частями. В последние месяцы много занимаемся маленькой, но очень важной рекой Ульза, который из Монголии течет в Россию по новьсозданному памятнику всемирного наследия ландшафты Даурии. И монголы, не подумав, решили создать на этой реке плотину. Мы остановили вот только что это строительство с помощью разных доводов разума, а также как бы доказательств научных. Вот. Ну вот, собственно, к вашему региону пока мы касательства не имели, но все те акторы, с позволения сказать, то есть компании, прежде всего, которые пришли полакомиться на трупе некогда усопшей Крапивинской ГЭС, они нам хорошо знакомы, и их мотивации, как нам кажется, нам хорошо понятны. Ну, поэтому мы с радостью, то есть я с радостью откликнулся на ваше предложение побеседовать в эфире об этом интересном проекте. Большое спасибо, Евгений, что согласились с нами поговорить. Ну, я начну с того, что в начале лета стало известно, что Сергей Цивилев и генеральный директор Русала Евгений Никитин подписали соглашение о завершении строительства Крапивинской ГЭС. И во многих публикациях в СМИ проект акцентируется именно как ГЭС. В данный момент проходится процедура ОВОЗ, оценка по воздействию на окружающую среду. И если мы внимательно будем читать эти материалы, то в них чаще фигурирует слово ГИДРОУЗЕЛ, а не ГЭС. И я думаю, это на самом деле не случайно, что помогает склонить большое количество сторонников этого проекта, в том числе и тех, кто выступает за защиту окружающей среды. Тем не менее, многие люди начинают считать, что ГЭС – это благо. Ну вот, Евгений, расскажите, пожалуйста, плотивное ГЭС и ГЭС – это благо? Ну, смотря для кого. Для компании «Русал» это, безусловно, благо. Потому что это дает ей возможность в своей пропаганде и отчетных документах утверждать, что при выработке электроэнергии, которую употребляют ее страшные заводы, не происходит существенной выработки парниковых газов, и это не влияет негативно на изменение климата. Что вообще-то неверно. Но мы к этому сейчас вернемся. Что касается всех остальных участников процесса, это прямо скажем, как посмотреть. Обычно создание ГЭС – это огромный стресс для того региона, где это происходит. Понятным причинам – потому что перегораживается река, нарушаются естественные связи и процессы, нарушается естественный ток как воды, так и наносов. Возникает во многих случаях, хотя сейчас этого стараются всюду избежать, но тем не менее возникают достаточно крупные новые водные тела, которые как бы похожи на озера, но ведут себя совсем не как озера, а как водохранилища. Их еще и регулируют. То есть, когда технологически надо, поднимают и опускают уровень совершенно неестественным способом. Это приводит к огромной нестабильности этой территории, к большому гниению органики затопленной, ну, в смысле, так сказать, растительности, почвы и так далее, затопленных на дне, и выработки метана. А метан, между прочим, это парниковый газ, 86 раз более опасный в первые десятилетия, чем углекислый газ, чем СО2, о котором мы обычно говорим. Таким образом, всякие заявки фирм типа «Русал» о том, что они собираются получать чистую энергию, это чистой воды жуличество, потому что первые 20 лет существования, а может быть и 30, такого водохранилища, оно будет вырабатывать очень существенные парниковые газы. С моей точки зрения, это не самое страшное его последствие. Самое страшное его последствие – это убийство реки. Но с точки зрения «Русала» это явно противоречит заявленным ими принципам низкоуглеродного производства, о чем они пока предпочитают умалчивать. Ну, что касается реки, понятно, что по ней прекратится миграция рыбы, начнется перестройка всей этой экосистемы в гораздо более бедную. Вода в водохранилище, скорее всего, будет цвести и пахнуть долгое время. По ней будет плавать огромное количество разлагающейся древесины и торфа, который всплывет. Ну, и в водохранилище будет скапливаться все то, что течет в него вниз. Поэтому, хотя, наверное, для каких-то промышленных нужд это имеет определенные плюсы, то с точки зрения местного населения, или с точки зрения охраны природы, или с точки зрения борьбы с изменениями климата, это имеет прямые, очевидные, кричащие минусы. Спасибо, Евгений. Вот такой факт. 97 тысяч гектар будет затоплено в случае, если ГЭС будет построено. Максимальная глубина 48 метров. И все это ради выработки 300 мегаватт, либо ради улучшения водоснабжения региона. И, как написано в официальной публикации, ГЭС позволит улучшить водоснабжение региона и создать новые современные рабочие места. Работающий гидроузел даст новый импульс развитию близлежащих поселков и городов. Извините, Буградин. Значит, начнем с последнего тезиса. Я вчера тут занимался бухтарминской ГЭС, а вернее каскадом, большим таким советским каскадом на реке Иртыш в восточной Казахстане. И там населенный пункт, город в советских времен, созданный до строительства ГЭС. Было 86 тысяч населения. Сейчас менее 8 и ничего нет, то есть, как бы, так сказать, ничего не развивается. Люди бегут, как тараканы, а чиновники с умным видом рассуждают. Надо его лишать статуса города, потому что там не меньше 10 тысяч по казахским стандартам, или все-таки попробовать пригнать туда дополнительных людей, что-нибудь делать, хотя делать нечего. Ну, вот такой полный макабрь. Это к импульсу развития. И это нормальная динамика, потому что пока ты что-то строишь, у тебя там все бурлит, тебе нужны люди, чтобы месить цемент, класть кирпич, там забивать сваи. Ну, понятно, да. А чтобы эксплуатировать ГЭС, тебе нужно примерно в 100 раз меньшее количество людей. Потому что нормальная, современная, автоматизированная ГЭС средних размеров требует от 15 до 40 человек персонала. Если это не гигант какой-нибудь, понимаете? А если гигант, ну, 100 человек. Вот, поэтому с точки зрения каких-либо мультипликативных эффектов для экономики, это, извините, четко известно, что нет. Единственный эффект от крупной производящей ГЭС прежде всего заключается в том, что она создает электричество, которое может использовать какая-то промышленность. Но 300 мегаватт, как вы понимаете, это никакое электричество. 300 мегаватт тот же самый Русал может очень дешево получить, просто развернув солнечные и ветровые мощности вокруг своих существующих ГЭС. Ему, например, между прочим, принадлежит половинка в абсолютно аналогичном по смыслу неудачном проекте, Богучанской ГЭС. Он тоже был недостроен в советское время, тоже волею Чубайса и такой-то матери его решили достраивать. Жгли деревни, заново изгоняли людей на том основании, что с ними 30 или 40 лет назад было договорено, что они отсюда уйдут и даже выплачены какие-то грошовые компенсации. Использовали зэков для зачистки ложа водохранилища по полной. Теперь это водохранилище является среди всех водохранилищ Сибири еще и главным источником парниковых газов по той простой причине, о которой я вам сказал в первые десятилетия существования, там все гниет. Энергию от него девать не очень есть куда, потому что бешеная постройка новых алюминиевых заводов по разным причинам несколько затормозила. И вообще у сибирских ГЭС много лишней энергии запертой. Ну, в результате как бы галочку поставили, создали еще один источник чистой энергии. И естественно, что для Русала, да, эти там, ну, все-таки многие гигаватты Багучанской ГЭС были очень полезны. А 300 мегаватт это ни о чем. Это у них там стоит заводишка, который работает на угольной энергии. Им надо притвориться, что он работает не на угольной энергии, потому что угольная энергия сейчас политически не комильфо. Вот. Значит, какие у вас там были еще вопросы? Значит, да, еще что важно. Даже у гидроэнергетиков, которые вообще, к сожалению, в среднем по госпиталю ребята очень бессовестные и бешено толкающие, так сказать, свою устаревшую технологию как дружественную климату, что в случае новых ГЭС неправда. у них тоже существуют стандарты. Так вот, один из стандартов, говорящих о том, хороша ГЭС или плоха для климата, это деление количества вырабатываемой энергии в единицу времени на площадь водохранилища создаваемого. Ну, интенсивность, как бы, так сказать, один из показателей интенсивности природопользования. Так вот, из того, что вы говорите, Крапивинская ГЭС с 300 мегаваттами и почти 100 тысячами, если я вас правильно понял, затопленных гектар, она никуда по этим критериям не пройдет. Я не знаю, почему они это не понимают. То есть, они будут дальше рассказывать, что нет, они не будут зачислять себе все выбросы и площади в актив своей Крапивинской ГЭС, потому что в основном она существует для чего? Для водоснабжения. И 90% ее воды идет для водоснабжения, и только 10% идет на выработку энергии. Это они дальше будут петь на полном серьезе, понимаете? С этой точки зрения, как вы понимаете, это тоже крайне сомнительно, потому что кого они собрались водоснабжать, где им воды не хватает водоснабжать, где у них те точки экономического роста и необходимо водоемкие производства, которые нельзя сделать водоэффективными и малопотребляющими, в которые они будут вбухивать эту воду. Я ничего не могу придумать, кроме каких-нибудь ублюдочных китайских заводов по переработке угля в газ. Ну, китайцы сейчас пытаются массово избавиться от тупиковых технологий переработки угля во что-нибудь, за которое они ухватились, когда просто уголь показался им бесперспективным. Потом выяснилось, что эти технологии сами по себе не очень конкурентоспособны, и в Китае они притормозили, а как бы линейку производств куда-то девать надо. Поэтому я вот... Там вот воды много потребляется. Ну и то, понимаете? Регион не то чтобы полупустынный, в регионе довольно много водных ресурсов. В сегодняшней ситуации водохранилища в основном, уж на крупных-то реках, строят в основном в засушливых регионах для обеспечения крупного сельского хозяйства. Это не ваш случай. У вас этого просто нет и быть не может. Во всех остальных случаях существуют более дешевые, элегантные проекты водоснабжения и все более еще и проекты водосбережения. Я не очень могу себе представить сценарий развития вашего региона, в котором у него по какой-то причине будет экспоненциально расти водопотребление. Это бессмыслица, понимаете? Кроме того, водопотребление из поверхностных источников в промышленном регионе является большой опасностью. Просто потому, что вы не можете гарантировать качество этой воды и даже если вы будете тратить огромные деньги на водоподготовку, чтобы она была приемлемого качества, все равно у вас все время будет большой риск ее единовременного отравления каким-нибудь промышленным производством или запущенным от большого количества сбросов, ну, так сказать, каким-нибудь биологическим процессом уже в самой воде. Поэтому, конечно же, это крайне невыгодный способ водоснабжения, предположим, муниципального. Поэтому я не понимаю, на что им там вода. Материал говорится о том, что проект был прекращен в конце 80-х годов. В том числе основная причина была это низкое качество воды в реке Томи. На сегодняшний день, если читать официальные государственные отчеты, да, о состоянии о качестве воды в реке Томи, ну, нельзя сделать вывода, что река стала каким-то волшебным образом чище. Мало того, за это время, за эти 30 лет, добавилась массовая добыча открытым способом и добавилась массовая добыча рассыпного золота в верховьях реки Томи со всеми утекающими последствиями. Вот разделяете ли вы такое, скажем так, мое непонимание причин? То есть, можно ли сказать, что Томи не стало чище за эти 30 лет, особенно с учетом развития добыча открытым способом и добычи рассыпного золота? Ну, я вам так скажу. У меня вот так вот, перед глазами данных нет. не должна была стать чище, потому что это все-таки очень крупные воздействия с очевидным воздействием на качество воды. Потому что именно с этих открытых участков добычи стекает большое количество взвесей и загрязняющих веществ. С другой стороны, я боюсь, что и очистных сооружений там, наверху, населенных пунктов, стоящих на Томи и притоках, тоже не сильно прибавилось в советских времен. То есть, я что-то не слышал о создании, массовом создании крупных современных очистных сооружений. Судя по тому, что их нет на угольных разрезах, их нет ни у кого больше. Вот. Ну, может, у кого-то есть, но я просто прошу заметить, что это еще добавилось открытая угледобыча, добавилось рассыпное золото, которое, впрочем, спорадически и раньше было, не в таких масштабах, не с таких безумной техникой. Вот. А еще и существуют населенные пункты и промышленные предприятия в них, которые что-то льют, и я дорого не дам за то, чем они дальше чистят, то, что они сливают и насколько они это очищают. Вот. Поэтому, конечно же, свежо предание верится с трудом. С другой стороны, заметьте, что одновременно существует эта, так сказать, бредовая идея о том, что водохранилище нужно именно для того, чтобы разбавлять согрязнение в реке Томь. То есть, ищут о том, что еще больше дерьма сливается в реку Томь ниже по течению, и для того, чтобы это дерьмо не было так концентрировано, мы будем использовать это водохранилище как туалетный бачок, буквально. То есть, мы будем, так сказать, когда надо открывать затворы, и широким мутным потоком воды водохранилища разбавят те загрязнения, которые почему-либо попали в Томь ниже по течению. Ну, это вот вообще теория ниже пояса. В тех местах, где реки очень сильно уже зарегулированы, действительно, иногда приходится идти на такие шаги, но это совершенно вынужденный шаг, как бы просто потому, что в этих местах, там на реках стоят десятки плотин, так сказать, и там другого способа получить какой-нибудь разбавляющий поток и нет, а плотность, а плотность промышленности очень велика. В штатном режиме никакие водохранилища для этих целей никто не строит. есть четкое понимание, что снижать риски загрязнений нужно на месте выброса и на месте производства загрязнений, снижая производство загрязнений, а не создавать туалетный бачок выше по течению, который никого не спасет, а действием своим внесет еще большее нарушение во всю экосистему и жизнь прибрежного населения. Вот, кроме того, функция туалетного бачка будет резко конфликтовать с функцией ГЭС, потому что ГЭС требует определенного режима накопления и сработки, так сказать, и не предусматривает, так сказать, таких резких движений. Я не знаю, есть ли у них в сегодняшних аргументации туалетный бачок, встроенный в Крапивинскую ГЭС, но идея эта крайне сомнительная. У них много наперстков, они им, так сказать, в разные стороны двигают, и когда вы начинаете говорить про ГЭС, они вам начинают говорить про улучшение качества воды. Когда вы начинаете говорить про, так сказать, другие способы водоснабжения, они вам начинают говорить про разбавление стоков ниже по течению. Ну, это нормальная тактика, так сказать, жуликов. Вот она так и идет. Вы же понимаете, что главное, с чем они, к сожалению, совершенно отказываются работать, это понимание того, что когда-то по очень серьезным причинам, подтвержденным тогда еще вполне качественно проводившейся экологической экспертизой, именно этот проект был по многим показаниям отклонен. И это было поддержано параллельно очень широкими обоснованными народными протестами. Никакой гарантии, даже если сейчас, когда экспертизы фактически нет, никакой гарантии того, что это не вызовет широкого народного недовольства нет, потому что от этого действительно он действительно объективно сильно увеличивает риски для населения в двух регионах. И рано или поздно, к сожалению, обычно бывает поздно, население просыпается и говорит свое слово. Зачем они делают этот эксперимент еще раз, мне до конца не понятно. Они уже там плавали, понимаете, это вот удивительная вещь, такой чистый эксперимент, потому что бывают проекты, где действительно не до конца понятно, что плохо, что хорошо, почему, а тут все как бы понятно. Это абсолютно устаревшие идеи, которые не работали еще в конце прошлого века. Спасибо, Евгений. У меня, наверное, последний вопрос, он касается такой очень серьезной опасности. Это техногенные землетрясения. Недавно, 13 августа этого года, у нас произошло весьма мощное техногенное землетрясение, то есть спровоцированное деятельностью человека, и эпицентр находился на одном из отвалов крупнейшего угольного разреза в Кемеровской области, это разрез Талдинский. Как и прошлое крупнейшее на планете землетрясение на Бочатском разрезе, оно было спровоцировано теми же действиями, то есть сверхбыстрой добычей и формированием новой массы, миллиарды тонн массы, на участке поверхности Земли. Известны ли вам случаи, когда новая ГЭС создавала подобное давление и может ли такой объем воды повлиять на возникновение каких-то новых очагов? Да, случаев этих много, наука за этим подробно, но беспомощно следит. Самый известный случай это, по-моему, в седьмом году Венчуань в Китае, когда четко доказано, что именно создание или не заполнение или опорожнение, вот сейчас я не помню, так сказать, в принципе, это работает то, оба заполнения и опорожнения, потому что риски и движения, скорее опорожнение даже водохранилище, которое было недавно создано и заполнено, спровоцировало это землетрясение, которое унесло, не помню, десятки или сотни тысяч жизней. Вот, это было не единственное такое землетрясение, понятно, что многие другие землетрясения тоже имеют такую природу. В Китае это очень хорошо проработанный вопрос, хотя официально это до Венчуаня скорее отрицалось. Понятно, что водохранилище все время провоцирует самые разные негативные геологические явления. Совсем недавно, сколько там, три-четыре года назад, например, до сих пор нерасчищенный лежит завал на Бурейской ГЭС, когда водохранилище Бурейской ГЭС перерезало надвое. Его перерезало надвое в связи с тем, что просто, так сказать, половина сопки на берегу сошла вниз. Она сошла вниз, потому что она была так или иначе спровоцирована регулярными повышениями и понижениями уровня воды. Было ли там при этом землетрясение не факт. Это был просто, возможно, такой огромный оползень. Но последствия его были довольно страшные. Там в результате большое количество армии долго занималось взрывными работами, чтобы избежать отопления. Там никого не живет, то есть там счастья, там людей нет практически. Вот. В более населенных районах очень часто накладывается минеральные разработки на создание водохранилищ рядом с ними. То есть, ну, как бы, так сказать, несколько факторов сразу это могут вызвать. Поэтому, да, если кратко, то да, опасность такая есть, наука об этом целая есть, но для этого нужно, чтобы, ну, с достаточно большой ответственностью власти относились к исследованию техногенных землетрясений в регионе. В вашем регионе, насколько я понимаю, известно, что землетрясения техногенные, а ответ примерно такой, ну и что? Ну да, ну техногенные, ну землетрясения. Вот, это страшно. В случае с водохранилищем есть неприятная особенность, которой нету с отвалами. Все-таки отвалы далеко не уедут, ну, ближайший поселок они могут завалить, да? А вот, если на водохранилище индуцирно сильное землетрясение, то довольно велика вероятность, что оно приведет к прорыву водохранилища. И весь запас всей этой воды огромным, так сказать, валом ринется вниз по течению на населенные пункты вдоль реки. А заселены у нас обычно территории вдоль реки. Вот. Я не знаю, каков процент этой вероятности, но вероятность всегда есть, учитывая, что у вас уже есть техногенные землетрясения в регионе, эта вероятность можно считать доказанной, и необходимо требовать, чтобы она была четко просчитана, и люди ниже по течению ясно понимали, с каким риском они имеют дело. Да, действительно, это важная часть, которая, я не думаю, что учитывалась в проекте 70-х годов, и вряд ли это обсуждали даже в начале этого года, я думаю, что властям обязательно нужно уделить этому внимание, ну, а жителям, соответственно, требовать, чтобы это было учтено в проекте. Ну, вы понимаете, это проект реваншистский, да? То есть, так как предложить что-то реально новое, даже из того, что уже есть в мире, капитаны бизнеса неспособны и считают это в существующей политической ситуации опасным, то они действуют по лекалам, они видят, что реставрация всего советского проходит, ну, с одобрением свыше, и поэтому они берут один из самых одиозных остров всего советского, потому что, так сказать, вот он здесь стоит и выдают его достройку, которая сама по себе кажется очень опасным начинанием, потому что мы не знаем в каком состоянии эти сооружения, и я гроша ломаного не дам за экспертизу Росгидро об их состоянии. Вот. И дальше начинают городить турусы вокруг вот этого старого проекта, идеологически предполагая, что так как это является досозданием чего-то грандиозно советского, это получит благоволение свыше. А в результате страна, так сказать, застревает где-то там в середине 20-го века, безнадежно технологически отставая от тех стран, которые используют действительно достижение современного технологического прогресса для своего развития. Вот. Потому что, вы же понимаете, даже если мы воссоздадим Советский Союз во всем его величии, он не будет жизнеспособен. Вот, так сказать, Кропивинская ГЭС это ровно такого рода памятник и феномен. Это своеобразная гальванизация, наверное, да? Ну, проблема в том, что этот проект не только... Я думаю, что то, что вы сказали, имеет место совершенно точно. И еще важный момент. Этот проект включен в программу диверсификации Кемеровской области как такой очень дорогой проект, который влияет на финальную цифру инвестиций в диверсификацию не связанную с угольной отраслью. Я думаю, это серьезная угроза в том смысле, что она может повлиять на то, что этот проект все-таки могут реализовать. Но вот вы как эксперт как считаете, целесообразно ли, ну, помимо того, что было уже сказано, разве разумно подавать проект именно этот Кропинского гидроузла как диверсификацию угольного региона? Понимаете, я не понимаю в каком смысле он диверсификация. Я, честно говоря, пока не понимаю, что проект производит. Если вам так честно сказать, там еще хорошо бы спросить экономистов. Потому что 300 мегаватт энергии при таких масштабах нарушения среды, так сказать, затоплении территории и всех негативных последствиях это безобразно мало, ну, это просто, так сказать, это просто не считается. Понимаете? Хотя бы, так сказать, когда создавали Богучанскую ГЭС, тоже по-своему безобразную, ну, все-таки у нее энергии было в 10 раз больше. Она, правда, не очень понадобилась, но, тем не менее, можно было хотя бы это посчитать как деньги, да? А тут непонятно, что за деньги, где те выгоды, ради которых создается проект, так сказать, какая экономика диверсифицируется и расцвечет. Причем, заметьте, энергия от этого проекта пойдет не на создание каких-то сверхновых производств, нет, она, если я правильно понимаю, пойдет на замещение энергии угольных станций для уже существующего первобытного алюминиевого завода компании Русал, который нам, я не знаю, как он входит в программу модернизации Русал, так сказать, Русал каждый год выходит еще более с новой, смелой программой будущей модернизации, но состояние большинства его мощностей с точки зрения их экологического воздействия, с точки зрения их технологического состояния, довольно печально. У диверсификации должны быть какие-то критерии, то есть, она должна создавать какие-то значимые экономические блага, социально-экономические блага, которые замещают те блага, которые, дескать, якобы создавала выбывающую угольную промышленность, то есть, она должна поддерживать новые производства, она должна создавать новые рабочие места, она должна иметь какой-то мультипликативный экономический эффект, увеличивать благосостояние масс насчет увеличения, ну, предположим, так сказать, доходов области и так далее. Со всех этих точек зрения новая ГЭС сильно проигрывает, ну, просто потому, что 300 мегаватт это ничего, то есть, это совершенно несопоставимая с предполагаемыми разрушениями, так сказать, цифра выработки, не имеющая больших, ну, большого экономического смысла, новых производств она не поддержит, она будет просто замещать электричество для старого производства русала, тоже не сильно экологически выигрышного производства, ну, ничуть не лучше угольной промышленности, прямо скажем. Дальше рабочих мест там будет, я не знаю, сколько они пишут в своих бумажках, ну, предположим, так сказать, неэффективный ужас, что там будет 100 работников, это кого-нибудь спасет в Кузбассе, ну, и так далее. С этой точки зрения единственный выигрыш, который они продают, что ее будут долго, медленно и печально строить тысячи согнанных до людей, некоторые из которых будут местными. С этой точки зрения гораздо более безопасный и экономически и экологически выгодный проект это построение на трупе умирающей угольной промышленности пирамиды из остатков угля для привлечения туристов в регион. Экологические последствия несравненно меньшие, занятие куда более для Кузбасса профильное, целый ряд владельцев разрезов с удовольствием подключится и прямая дифферсификация экономики, потому что, ну, естественно, так сказать, с одной стороны она займет десятки тысяч людей, а строительство должно быть сделано вот как по-египетским, не просто как-нибудь, а вот с максимальным воссозданием египетских технологий, но из угля. И это будет иметь огромный туристический эффект, потому что с одной стороны любители всяких таких экстремальных инноваций будут приезжать смотреть на пирамиды, а то и скатиться с пирамиды, а возможно она еще и составит конкуренцию Кабе, как другой геометрический, другая геометрическая фигура, но тоже сакрального смысла, черная. Вот, ну, понимаете, если подумать, степень осмысленности создания этого Крапивинского гидроузла, она меньше, чем того, чего я сейчас рассказал, с точки зрения разумной диверсификации экономики края. Попробуйте меня опровергнуть. Да, действительно, особенно учитывая склонность добытого угля к самовозгоранию, это будет горящий КААП, пермидальная форма, да. Ну, что ж, вот, точно последний вопрос хочу задать, он касается уже не только, не скорее ГЭС, а в целом экологического состояния реки, Томь. Вот, какой ваш прогноз, как специалиста, как эксперта, как эколога, что будет с водным объектом, с нашей речкой, с нашей рекой, главный, если мы, как регион, как промышленность, продолжим тот же уровень загрязнения вносить в эту реку, это и угледобыча, и сейчас массовая добыча рассыпного золота, причем не только в Кузбассе, да, в Хакасии тоже, что будет с рекой, что будет с водой, если продолжать делать так, как сейчас происходит, или даже учитывая планы лицензирования, наращивать количество выбросов. медицину сбросов стоков с промышленных предприятий по добыче угля, по добыче золота, возможно, какие-то новые металлургические предприятия с тем же количеством выбросов, которые происходят сейчас, то есть, что будет с рекой, если продолжать так же загрязнять, как она загрязняется сейчас промышленными стоками и стоками от добычи угля и от добычи золота, если все останется так, как есть, если ничего не делать, бизнес as usual. Ну, я вам так скажу, есть несколько разных сценариев. Один сценарий, ну, ничего хорошего с рекой от этого не будет, вы как бы ответили на свой вопрос, вопрос в том, что сейчас река течет, это большое преимущество, то есть, это означает, что при всех этих стоках в ней все-таки преобладают естественные процессы возобновления, то есть, у нее все-таки есть довольно много притоков, которые не нарушены, у нее есть естественный ток воды наносов вниз, туда, в другие области, она естественным образом впадает в обь, или куда она там впадает у вас, и в принципе, у вас хотя бы работают основные процессы самоочищения этой свободно текущей воды, и основные процессы образования паводков, которые промывают каким-то образом эту грязь, и двигают ее дальше, и погребают ее на носах, где-то там ниже по течению, и так далее. И, конечно же, этого недостаточно, естественно, процесс все-таки очень страдает от техногенных загрязнений, но в целом пока залогом того, что река с ними справляется, является именно то, что она не зарегулирована. Вот в тот момент, когда будет создана большая плотина поперек реки, это все кардинальным образом изменится, то есть весь этот процесс будет нарушен, значительная часть грязи, будет задерживаться непосредственно на территории области выше плотины, там будет внизу будут идти от отсутствия наносов резкие эрозионные процессы, ну просто потому, что река будет голодной и нужно будет где-то набрать наносы, чтобы нести их вниз, потому что они будут отрезаны плотиной, вот, а самоочищающая способность, как при создании водохранилища будет резко ухудшена за счет образования водоема застойной и далеко не чистой водой. Поэтому вот во всем этом уравнении вариант с плотиной и без плотины, он имеет очень разные экологические последствия. Что же касается самой реки, то понимаете, что касается угольного, угольной промышленности, которая, наверное, все-таки очень большой фактор воздействия, то я все-таки полагаю, ей не очень долго жить осталось, то есть река ее переживет. То есть будет хуже, а потом угольный промышленности не будет. Что касается металлургических предприятий, то, конечно, тут самое главное, какие технологии они будут использовать, потому что все-таки каждое новое предприятие всегда есть шанс заставить его использовать лучшие технологии очистки, чем у старых. Именно поэтому меня, я с таким скепсисом отношусь к смене энергоисточника на старом производстве Русала. Я бы скорее хотел заслушать докладчика про смене производства, которое у него есть в регионе на более современное. Вот. Что касается золотодобычи, то это, конечно, отвратительно, но в основном это влияет на убийство притоков. То есть золотодобыча в тех масштабах, которые она у вас пока есть, она прежде всего уничтожает живые притоки Томи и живность, которая населяет эти притоки, ухудшает жизнь местного населения, но я не уверен, что она совокупно существенно влияет на Томи ниже по течению. Ну, просто потому, что масштаб этой деятельности не сопоставим с масштабами естественных процессов Томи. Поэтому она в деятельность вредная, но вредная для рек меньшего калибра, чем сама Томи, то есть для ее притоков. Вот. Примерно так. Ну что, огромное вам спасибо. Я надеюсь, те ненавнодушные жители, которые посмотрят наш выпуск, сделают выводы, сделают правильные выводы. Я надеюсь, что разум все-таки победит. Победит жадность и безумие. Напомню, что мы сегодня беседовали с Евгением Симоновым, международный координатор коалиции Реки Безграниц. Спасибо. Спасибо вам. До свидания.